Я еще больше махчимостей для открытия и развития властной справы. Белорусский Ганглево-экономичный университет с поживецкой кооперацией пошел подрыхтовку до чергового международного чемпионата старта проектов молодь и предпринимательства. Об особенностях вселетнего споборництва наш наступный сюжет. Наталья Халджанова, методист факультета повышения квалификации пера подрыхтовки. Займается приемом электронных заявок, ожидающих поудельничать уме в чемпионате. Покидать их нужно на сайте Центра бизнес-эдукации. Конкурс старта проектов пройдет в университете с поживецкой кооперацией 13-14 мая. Попередняя регистрация у всех ожидающих завершится 10-го лютого. Заявки для удела в МИП-чемпионате подаются до 10-го крысовика. Каб заполнить форму, шмат часу не спотребится. Звездки о будильнику потребуются только самые основные. Регистрация очень простая. На ней нужно заполнить фамилиями отчества, контактные данные, свою занятость. Кто это может? Студент, это может быть учащийся, это может быть индивидуальный предприниматель или уже человек из бизнеса. Дальше указывается название проекта, краткое содержание и направление. Или это образование, или это IT, туризм, производство. Основные направления и этапы. То есть на каком этапе находится ваш проект. Или это бизнес-идея, или же это уже рабочий проект. То есть в таком ключе. Все, и нажимаете «Отправить», и мы уже снимаем заявку и принимаем участников. После попередней регистрации, будучи худельником чемпионата молодь и предпринимательства, запросить принять удел у организационных и эдукационных семинаров. Копьяны больше Рунтууна подрихтовались до конкурсу стартап-проектов. Обучение перед чемпионатом будет проводиться в виде тренингов, в виде веб-семинаров. Также планируется и в виде веб-семинара провести организационное мероприятие по участию и подготовке к МИП-чемпионату. С тем, чтобы все участники из Украины, России, Белоруссии, Казахстана смогли подготовиться тщательно к чемпионату и принять в нем качественное участие со своими стартап-проектами. А сам чемпионат всю лето пройдя по новых умовах. У конкурса стартап-проектов смогут удельничать не только студентские команды. Могут участвовать молодые предприниматели, действующие предприниматели, начинающие предприниматели, студенты, школьники, учащиеся. То есть вся молодежь. Второе новшество – это будет конкурс стартап-проектов, а не конкурс студенческих команд. До речи, у журы чемпионату будут находиться представники Центра у трансграничного супрацовництва. Так само и они будут консультовать у дельников по пытаниях открытия и ведения предпринимательства. Нагадаем, Центры открыты в межах реализации проекта, активизация малого и среднего бизнеса у приграничных регионах Беларуси и Украины. Увагулю, в делу конкурса стартап-проектов, вельми добрая мощимость стать на крок ближе до открытия бизнесу. Чемпионаты, которые проводятся на базе нашего университета уже на протяжении 10 лет, дают возможность командам показать свои проекты, найти инвесторов для этих проектов, найти себе единомышленников, которые поддерживают и помогают находить какие-то прикладные моменты в развитии этих проектов. А также получать консультацию от предпринимателей, действующих как по нормативным базам, каким-то законодательным моментам, так и в поиске источника финансирования. Что немаловажно для наших студентов, учащихся, учеников школ, где развиваются первые их шаги в предпринимательстве. Международный тыдень молодежных предпринимательства пройдет в Белорусском Кандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией с 13 по 17 мая. Он будет складаться с чемпионата молодь и предпринимательства и Международного форума молодых науковцев «Молодь для науки и предпринимательства». Марина Джалая, Настасья Кучинская, Александр Харлампоу. Телерадио «Компания Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова